Чем живет тюрьма, рассказал начальник УФСИН России по Ивановской области Владислав Никишин на пресс-конференции по тыловому обеспечению и сельскому хозяйству. Жизнь осужденных становится лучше. С этого года добавились несколько предметов вещевого удовольствия. Постельное белье теперь не из суровой, а из отбеленной ткани. Питание соответствует всем нормам – 3000 килокалорий в день. Некоторые позиции суточного рациона продуктов на осужденного мужчину. Хлеб черный – это в сутки. 300 грамм, хлеб белый – 250 грамм, 90 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 35 грамм жиров, 20 грамм масла растительного, 100 миллилитров молока коровьего, 550 грамм картофеля, 250 грамм овощей, 100 грамм круп разных и макарон 30 грамм. 100% овощей и молочных продуктов, 40% мяса для собственных нужд производит сам спецконтингент. Если где и есть сельское хозяйство, шутят офицеры УФСИН, так в колониях и тюрьмах ежегодно расширяются пашни, увеличивается поголовье скота. В этом году заключенные собрали 947 тонн картофелей и вырастили 65 тонн мяса. О такой современной сельхозтехники нет даже в колхозах, рассказывает Владислав Никишин. Многие товары поступают и на внешний рынок. Мы занимаемся полностью деревообработкой, металлообработкой, изготовлением мебели корпусной для учреждений, изготовлением пластиковых окон, изготовлением обуви. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль УФСИН составила 36 миллионов рублей. За свой труд зарплату получают и осужденные. Для них ежегодно создают новые рабочие места. Только 30% от 8 тысяч заключенных региона отказываются от работы. Остальные трудятся и получают деньги. Зарплаты у особо старательных доходят до 15 тысяч рублей. Средний дневной заработок осужденных с учетом начисления у нас составляет 308 рублей в сентябре месяце выше. Средний дневной заработок и все осужденные, которые выполняют норму выработки и полностью отработали месяц, они минимальную зарплату получают гарантированно. 25% от начисленной зарплаты им сразу числяется на лицевой счет и уже с оставшейся суммы идут удержания. Удержания расходуются на подоходный налог, иски и алименты, если таковые имеются, на оплату расходов на одежду и обувь, питание, спецконтингента. В ближайшее время на базе 10-й женской колонии в Гаврилово-Пасадском районе откроют новое производство. Заключенные будут делать лапшу быстрого приготовления. Большая производственная линия обеспечит нужды колонии 15 регионов ЦФО.